Еще в начале лета стартовала городская акция «Каникулы 2015. Лето на пользу». А это значит, что гомельские дети, которые остались в городе, имеют возможность отдохнуть в пришкольном лагере. В школе номер 44 имени Лебедева давно занимаются темой энергосбережения, поэтому над тематикой смены школьного лагеря долго не думали. Обозначили ее так – энергосбережение для нас и природы. Энергосбережение – это бережное, экономное, рациональное расходование наших с вами энергоресурсов. И вот сегодня поиграем немножко. Что у меня сейчас на доске? Крестики-нолики. Как играть в крестики-нолики знаем? Да. Гомельскую школу номер 44 неслучайно называют «школой бережливых». Десять лет назад здесь получил прописку герой Вольтик, которого ребята вместе с учителями и родителями придумали сами. Вольтик – это памятка о том, как правильно сберегать энергию. Вольтик – это наш друг. Он учит нас сберегать электроэнергию. Он приходит иногда на мероприятия, конкурсы. Он помогает учить тех, кто может иногда не знает, как правильно сберегать электроэнергию. Так в школе появилась большая деловая игра, в которую вовлеклись как взрослые, так и дети. С тех пор учебное заведение целенаправленно занимается пропагандой рационального использования всех видов ресурсов. Сегодня здесь внедряют инновационный проект «Школа рационального энергоресурсопотребления». Посмотрите внимательно, что на картинке. Как это может быть связано с энергосбережением? Из этого мусора можно сделать что-нибудь новое. Это тоже может быть электрическое. А как переработка металла помогает нам в энергосбережении? Вместо того, чтобы растрачивать энергию, добывать руду, можно взять и переработать. Лето учебе не помеха. Педагоги школы утверждают, что воспитание полезных привычек должно быть постоянным и ненавязчивым. Сегодня все мероприятия этого цикла объединяются под общим девизом «Эколето – экономичное и экологичное». Почему важно собрать старую бумагу? Не надо вырубать деревья, а можно из старой бумаги сделать что-нибудь полезное. Можно собрать макулатуру, сделать книги, тетради. Мы сдаем макулатуру каждый год. Мне помогали родители собирать. Надо экономить воду, выключать от собой кран, чтобы меньше расходовать воды. Вода – это драгоценность человека. Ванну принимать любим? Да. Да. Сколько в ванну помещается у нас литров воды? Два. Сто двадцать. А для того, чтобы помыться под душем, человек потратит всего лишь тридцать литров воды. Скажите мне, пожалуйста, что экономнее в ванну принять или под душем помыть? Под душем. Принять душ. Экономия? Да. Экономия. С помощью игры мы ребенку доносим вот те правила и нормы повседневной жизни, что может сделать каждый для того, чтобы сохранить электричество, сохранить воду, не выпустить тепло за пределы нашего дома. Наша программа «Эконом» заехала в школу номер 44 на несколько минут. А остались практически на целый день. Настолько здесь было интересно. И, несомненно, основным нашим экскурсоводом был главный герой Вольтик, которого дети здесь очень полюбили. Вольтик! Вольтик! А вот и наш Вольтик. Посмотри, Вольтик, чем мы сегодня здесь занимались. Ребята, что мы сегодня с вами обсуждали? Энергосбережение, Вольтик. Что именно мы должны экономно и бережно расходовать? Итак. Воду, свет, тепло. Молодцы. Напомните, пожалуйста, что мы должны с вами собрать для того, чтобы переработать и получить новые вещи. Буквот, металл. Металл. Буквот, бутылки. Какие вы, ребята, молодцы. Тематика экономии и бережливости в школе присутствует буквально на каждом шагу. В коридорах и классах, на уроках и факультативах, кружках по интересам. Дети разгадывают кроссворды и пишут стихи, собирают макулатуру и металлолом, организовывают выставки, участвуют в акции «Зелёный смайлик», когда отработанные батарейки пакуют в отдельный контейнер. И во всём помогает друг Вольтик. А за дверью практически каждого класса можно приоткрыть настоящую тайну природы. Сегодня мы наше занятие посвятили теме экологии. И в основном охране природы, охране воды и охране лесов. Мы с детьми занимались лепкой из теста. Они очень любят лепить со мной, мы очень часто это делаем. Но сегодня мы выбрали поделку, как кленовый листик с божьей коробкой, чтобы подчеркнуло именно охрану природы. Мы превращали засушливое дерево в настоящий цветущий сад, заодно выучили название деревьев. Особенно символа нашего города – каштана. Также мы раскрашиваем так называемые листовки по охране бережливости природы. Мы раскрашиваем нашу землю, на которой детки потом напишут то, что они знают про экологию, что именно, как они защищают, как они могут спасти свою планету. Потому что спасение земли, спасение лесов, спасение воды зависит от каждого человека. Молодец, Алеша. Раскрашиваем человечка, подпишите листик и напишите своим родителям, а что вы знаете, как надо защищать землю. У экономного и рачительного хозяина ничто не пропадет даром. Например, он не выбросит старые вещи на свалку, а приложив немного труда и фантазии, даст им вторую жизнь. Да еще какую. Я шью зайчика, которого я назову Милашка. У него будет такая красивая одежда. Я шью мачку для Барби. А Барби я назову самая лучшая в мире Барби. Я шил котика. Теперь подбираю ему глаза. Вот я еще маме хотел подарить игольницу для иголок, которую я сделал сам. Чем бы дети здесь не занимались, все они делают с удовольствием и душой. Это видно невооруженным глазом. И главное – атмосфера добра и доверия, которая словно магнитом притягивает сюда всех желающих даже после окончания школы. Меня зовут Вера. Я с самого детства занимаюсь в кружке у Светланы Михайловны. Я уже закончила колледж, работаю в больнице. И когда у меня есть свободное время, я все равно прихожу в кружок. Мы из вторичного сырья делаем хорошие вещи, на которые приятно смотреть, можно с ними играть, дарить детям. Я эту школу тоже закончила и роднулась в родные пенаты, как говорится. Работаю здесь с детками более 10 лет. У меня есть много выпускниц, которые, закончив какие-то учебные учреждения, продолжают приходить ко мне на занятия, продолжают заниматься рукоделием и развивать свои творческие способности. Это их стало хобби, как маленькое проявление своего творчества. Как утверждают сами педагоги, экономить это не только полезно, но и выгодно, как для конкретного человека, так и для общества в целом. А систематическая работа, которая налажена в школе, приносит свои дивиденды в качестве многочисленных заслуженных побед в республиканском конкурсе школьных проектов «Энергомарафон», который ежегодно проводит Департамент по энергоэффективности совместно с Министерством образования. Это позволило школе номер 44 города Гомеля заменить окна на энергосберегающие, а также внедрить ряд энергоэффективных проектов. «Экономить – это оказывается прибыльно. Когда сегодня каждый руководитель ищет себе спонсоров, я могу смело заявить. Нашим активным спонсором является наш придуманный ботик и «Энергомарафон». Один день из жизни школьного лагеря пролетел быстро и незаметно. Он оказался не только интересным и насыщенным на события, но и плодотворным. Дети много познавали, открывали для себя много нового, а также думали, проявляли свои творческие способности, как в теории, так и на практике. Приборы электрические, которые потребляют больше всего электроэнергии. Оказывается, на освещение мы тратим больше всего электроэнергии. Вы согласны с этим, ребята? Да! А дальше у нас идет холодильник. Скажите, пожалуйста, а что у нас более затратно – стиральная машина или утюг? Стиральная машина подвигаем. Именно вот в таком порядке мы с вами и тратим нашу электроэнергию. И наша с вами задача – ее тратить экономно, разумно. Современная жизнь требует и современных подходов к обучению и воспитанию подрастающего поколения. Средняя школа номер 44 имени Лебедева – это дом, в котором каждый ученик – яркая личность, раскрывающая свои способности и таланты. Это место, где ребенку просто интересно развивать себя, познавать мир. И в заключение мы с вами должны вот нашу финальную фразу собрать. Помогите мне, пожалуйста. Итак, что у вас получилось? Энергосбережение – дело важное! Энергосбережение – задача каждого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова